А вы случайно не видели Кая? Кая? В моем саду много цветов с разными именами. Но Кай не цветок, он мальчик. Много препятствий придется преодолеть девочке Герди, чтобы отыскать своего названного брата Кая и вызволить его из ледяного плена могущественной снежной королевы. Обо всех приключениях героини известной сказки Андерсона расскажут учащиеся детской школы искусств. К Новому году они готовят премьеру – мюзикл «Тайна снежной королевы». Автор стихов и музыки – поэт и композитор Андрей Морсин. Сама музыка уже звучала в стенах нашей школы в 2011 году. Но вот это совершенно новое прочтение режиссера Елены Николаевны Бычковой. В спектакле заняты несколько коллективов – ансамбль классического танца «Грация», детский музыкальный театр «Зазеркалье», учащиеся хорового отделения. Кроме этого, в спектакле задействованы воспитанники вокальной эстрадной студии «Десерт» и другие коллективы. На сцену выйдут и педагоги детской школы искусств. Елене Трефиловой досталась роль атаманши. По сюжету она руководит шайкой разбойников. Это, наверное, как директором, причем таким отвязным. Что хочу, то и делаю. Я тут главный. Но! Все-таки верхушку над ней держит ее дочка. Вот так. Дети нами рулят. Они великие манипуляторы. Еще один яркий персонаж в постановке – Ворона. Ее играет преподаватель фольклорного отделения Дарья Нестерова. Я по земле хожу. Пахнет, пахнет, лоб. О, обо мне, простите. Живу на светильнике. Дарья Нестерова по-своему переработала музыкальный материал. Партию своего персонажа она исполняет особым вороньим голосом. Когда человек имеет музыкальное образование, он, конечно, поет мелодию верно. А уже остальное зависит от образа. Вы не смотрите, что у меня связки сиплые. Они специальные вороньи из таких связки. Премьера мюзикла «Тайна снежной королевы» состоится 22 декабря в Большом зале детской школы искусств. Начало спектакля в 16 часов 30 минут. В канун новогодних праздников и во время зимних каникул постановку покажут еще не раз. Поэтому увидеть ее и разгадать тайну снежной королевы смогут все желающие.